Всем привет, друзья! Я снова оказалась на газоне с лидером компании APL Go. На этот раз у меня в гостях Умсыная Ерденова. Это корпоративный директор компании APL из Казахстана. Умсыная, здравствуй! Приветствую, приветствую, Александра! Я рада, что сегодня у нас такая вот встреча. Мы сегодня, друзья, находимся в жаркой Турции на события APL Seasons. И Умсыная согласилась несколько минут выделить, чтобы ответить на мои вопросики. Да, конечно. Конечно, я готова выделить время, потому что у меня есть чем поделиться. Класс! Мы сегодня договорились с тобой, что будем обсуждать тему того, чем сетевой бизнес и традиционный бизнес отличаются или, может быть, чем похожи. Сравним почему, потому что ты опытный специалист, скажем так, традиционного бизнеса. Скажи, чем ты занималась? В традиционном бизнесе я более 36 лет. Вообще, с 18 лет я в бизнесе. Мне сегодня уже 59. Мы пробовали заниматься мебелью. Много времени мы занимались обмен валютой. У меня был как-то даже момент, когда золотом занималась. Одежда была. Мы с Москвы привозили одежду, продавали у нас на рынках. Обувью занимались также где-то. Но основной такой бизнес, который больше всего был в моем опыте, это продуктовый бизнес. Подожди, я еще говорила, что ты сауну недавно продала свою. Сауна – это вот только-только вот. Это уже было после продуктового. Получается, что всю твою сознательную жизнь тебя кормит традиционный бизнес. Да. Как тебя угораздило тогда попасть сетевой? Я искала продукт для здоровья. В традиционном бизнесе, конечно, деньги можно заработать. Ты свободен, ты сам выбираешь. Но разрушение организм получает, потому что ты все время на стрессах. Задолбалась, короче. Если честно, да. Когда я пользовалась продуктом, естественно, я смотрела другую, остальную информацию, которая есть в компании. Ездила очень много. Я практически в разных странах была за 5 лет. На многих мероприятиях встречалась. Я садилась на последние ряды, подходила к какой-нибудь женщине, бабушке. Я говорю, а почему вы не прыгаете? Почему вы там не хлопаете? Неужели вы здесь вот строите бизнес? Они говорят, да нет, солнышко. Мы, говорит, просто пришли на продукт. Нам нужно поправить здоровье. Я говорю, а для чего вы приезжаете на эти мероприятия? Вам какой интерес, раз вы чисто продуктом пользуешься? Они говорят, на каждом мероприятии ты узнаешь информацию, которую нигде не прочитаешь. Свои расследования проводила, да? Да, это очень важно. Как в любом бизнесе, как в любом деле. То есть стать мастером своего дела. А что нужно? Начать нужно с себя. То есть кто я, зачем я пришла в сетевую, чего я хочу в сетевом. И мне понравилось, что в компании есть своя система. Каждый раз компания что-то дополняет, какие-то новшества вводит. И вот это в ногу со временем. А в традиционном бизнесе у тебя таких шпаргалок не было? Ты сама набивала себе шишки? Конечно, у меня было окружение тоже людей, которые занимаются. Мы садились там вместе, допустим, куда-то сходить, куда-то съездить. Ну и каждый свой секрет старался не раскрывать, потому что это же конкуренты. Мы все были друг к другу. А когда я в сетевом увидела, я здесь пришла. То есть есть, конечно, мои спонсоры, наставники, да, заинтересованные во мне люди, которые хотят моего успеха поддерживать. Но есть еще другие партнеры. Но эти люди всегда делятся. Ты сказала, это же действительно получается отличие, да, что в традиционном бизнесе, ну, вы вроде бы друг друга вроде бы поддерживали, но при этом секретами бизнеса не стремились делиться. Это объяснимо, собственно, конкуренция, да, все понятно. В сетевом же бизнесе тебя как раз и удивило, да, то, что есть люди, которые заинтересованы в твоем успехе и заинтересованы в том, чтобы искренне помочь. Так? Это команда и спонсоры, да? Да. И здесь, может быть, немножечко не в тему, но я очень хочу задать этот вопрос. И вообще буду, наверное, я не я, если не задам этот вопрос. Спонсоры очень важные люди в жизни партнера. И сейчас ты столкнулась с такой ситуацией, что у тебя ушли спонсоры. Почему ты здесь так-то? Вначале, конечно, я расстраивалась, когда люди уходили. Но я теперь вот для себя я понимаю, что сетевой – это отбор. Чтобы в этом бизнесе стартовать, быть успешным в этом бизнесе, нужно понять пару моментов. Так. Во-первых, это бизнес людей. Мы должны понимать, что мы работаем с людьми. Мы работаем с людьми. Второй пункт тоже. И если только ты научишься принимать людей такими, какие они есть, просто показать инструменты бизнеса. Каждый будет его сам вести. Мне очень нравится, как ты уходишь от ответа. Скажи, пожалуйста, какие у тебя чувства были, когда твои спонсоры ушли? Тебе не хотелось бежать за ними? Сказать честно. Я не расстроилась. Мне не жалко от того, что люди ушли из проекта. Мне жалко было, знаете, единственное то, что у меня были уже какие-то отношения с этими людьми. И я хочу, чтобы вот в нашем проекте остались сильные люди, сильные духом, чтобы это были порядочные, честные. В первую очередь самим собой. Потому что громко заявить о том, что я сетевой предприниматель, я смогла только тогда, когда я поставила жирную точку. Сказала, да, я все это изучила, посмотрела со стороны, попробовала. И я теперь принимаю решение. Я хочу стать большим лидером MLM индустрии. Я знаю, что ты даже как-то стыдилась, что ли, называть себя сетевиком. Когда это ушло? Когда ты перестала стыдиться того, чем ты занимаешься? Когда ты стала гордо говорить, да, я сетевик? Я, видите, такая больше требовательная к себе. Я уже сказала, объявила, я сетевой предприниматель. Именно тогда, когда я увидела, что я могу по этой системе обучаться. Ее можно пройти, она доступна. Любой человек, придя, если он приходит, за 90 дней это может пройти и стать сетевым предпринимателем. Так было ты через три месяца после того, как... Через три года. Вы, дорогие друзья, за три месяца можете всему научиться, правда, вот у Мсинаи понадобилось три года. Да, мне понадобилось три года, потому что первые два года я себе не позволяла строить этот бизнес. Я чересчур ответственная. Вот эта сверхответственность мне как бы везде во всем мешала. Можешь какой-то пример привести? Кому тебе стыдно было сказать, что ты сетевик теперь? Что ты директор сауны теперь? А, сетевик. В первую очередь это было, стыдно сказать, своему окружению, с тем людям, с кем я была в бизнесе. Ну, то есть у меня есть много знакомых, с которыми мы по бизнесу общались. Коллегам, да, по бизнесу? Ну, не столько коллеги, мы были в разных бизнесах вообще. Друзья, знакомые. Да, знакомые, друзья. Которые занимаются бизнесом, тебе было стыдно им признаться в том, что ты теперь решил заняться сетевым? Да, это было. Как они отреагировали на то, когда ты все-таки призналась? Ну, конечно, они сказали мне, давай-давай, молодец, ум сына, и нам предлагали это каждый день. Давай ты попробуй, мы посмотрим. Если у тебя будет успех, то мы еще раз встретимся. А ты же, наверное, боялась какой-то другой реакции? Это, в принципе, адекватно. Ну, давай попробуем, а мы посмотрим. Я боялась отказов. С какими чувствами ты делаешь предложение сейчас? Ну, вообще, я сейчас кайфую от того, что я знаю такую информацию, я ею могу поделиться, а вот уже примет, не примет, это его вопрос. Но для себя я взяла такой очень важный момент, то есть человек сегодня не услышал, он завтра придет. Я оставляю дверь открытой. Последний у меня вопросик. Может быть, дашь какой-то совет тем, кто занимается традиционным бизнесом, но тоже пока, знаешь, как-то скептически относится к сетевому. Какой бы ты совет им дала? Может быть, какое-то пожелание им? Занимайтесь своим делом, ребята. Занимайтесь своим бизнесом. Но если вы задолбались, если вам уже не хочется вот этих бесконечных ночей, огромных финансовых вложений, если вы не хотите этот бизнес от нуля и до всего сам вести, это и финансы, и организация, и, ну, все, все ты должен сам вести, да, то приходите в сетевой, а приходите вообще в компанию EPL, потому что наш президент настолько организовал вот этот бизнес. Мы пришли, все организовано, ты берешь эти инструменты, вложений ноль, риска ноль. И если вы хотите заниматься сетевым, приходите именно в наш проект, туда, где уже все организовано, где есть уже опыт, где есть фундамент этого бизнеса, где есть здравомыслящий президент, и самое главное, есть будущее. Сетевой предприниматель – это свобода. Это нет ограничений ни во времени, ни в финансах нет ограничений. И здесь может человек этот бизнес вести. Вот сегодня мы находимся в Турции. Солнышко, море, отдых, да, ветерок какой. Мой бизнес в телефоне. Я беру свой телефон, еду в любую страну. Я поехала в Германию, я запустила там проект людей. Я поехала в Чехию там, здесь, в Турции. В какой бы ты стране ни был, сетевой – это свобода. Круто, круто. Все, это просто неостанавливаемая. Уже тема женщины. Я предупреждала. Просто наши зрители увидят интервью после монтажа. Оно будет очень небольшим. Но просто хочу, чтобы вы знали, мы уже час сидим на этом газоне под этим солнцем. А Ум Сене просто не хочет останавливаться, хочет рассказать о своем любимом прекрасном бизнесе. Это очень классно, что ты так вдохновляешь, мотивируешь, что делишься своей энергией. Очень чувствуется какой-то действительно душевный лидер. Спасибо тебе, что уделила время. Это, конечно, было не 10 минут, а час. Да, и я благодарна компании, благодарна вам, Александра, что вы даете возможность людям самовыражаться. Конечно, для меня очень сложно было выйти на камеру. Я долго-долго не выходила на камеру. Когда я РЦО открывала, мне нужно было записать короткое трехминутное видео. С 17-го раза, наверное, записалась. Но сегодня я хочу сказать, что сетевой – это интересно, это классно, это современно. И wellness-индустрия, в которой мы находимся, – это будущее. Здесь красота и здоровье. Я желаю всем быть красивыми, здоровыми, успешными и наслаждаться жизнью. Присоединяйтесь. Ура! Снято! Да, опять. Я сама осталась и пленки нам закончила. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok